На часах 13.05 это значит, что вас приветствует шоу Универсальный формат. Мы немножечко в необычном формате, но на то формат у нас называется универсальный, что мы любим вас радовать какими-то интересными новыми событиями, новыми вещами, новыми интересными мелодиями. Да, кстати, сегодня будет звучать музыка у нас в эфире, у нас в студии. Можете присоединяться к нам, 202-11-22, телефон прямой, ждет ваших звонков. Звоните, рассказывайте, как у вас настроение, какие у вас интересные новости произошли. Ну и, конечно же, нам будет очень приятно выслушать ваше мнение о наших сегодняшних гостях. Сегодня будет зажигать группа High Play. Я думаю, что это действительно интересная группа будет. Ну, посмотрите, какие они все красивые, в каком мы интересном сегодня составе, интересном формате. Поэтому, если вы хотите принять участие в нашем сегодняшнем эфире, звоните, 202-11-22. Что ж, давайте буду представлять вам наших гостей, кто сегодня будет на первом месте, я так понимаю, у нас. Те, кто будет зажигать и будет рассказывать о своей истории, музыкальной истории, да? Отлично. Что ж, буду представлять, ну а там уж как-нибудь, наверное, какие-то сигналы, машите рукой, потому что, действительно, сегодня у нас многолюдно. Итак, Ирина, саксофон, автор песен и лидер бэнд. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ну, я думаю, вы узнаете, девушка с саксофоном, с таким замечательным, не постесняюсь, самым, наверное, сексуальным инструментом, у нас стоит во главе группы, правильно? Да, все правильно. Что ж, Руфина, вокал, девушка, которая была замечательным голосом, успели мы уже подслушать, таким нежным, таинственным, и поэтому расскажет нам вообще, как же она так сочетает в себе, я так понимаю, что скоро у вас и пополнение семьи, и семью, и карьеру, и любимого человека, наверное, не обижаете. Расскажете, как же все это сочетается у вас сегодня, хорошо? Ну, я постараюсь. Отлично. Что ж, следом стоит у нас гитарист Михаил. Михаил, привет. Ну, тоже рада видеть тебя сегодня в нашем эфире. Взаимно. Так, что ж, Татьяна у нас за клавишами фортепиано, Татьяна, видят себя народ. Вот, ну и, наверное, самый скрытый человек от глаз телезрителей, но я думаю, вы ее еще услышите. Это у нас Ева, ударные барабаны, такая хрупкая, казалось бы, девушка, но на самом деле барабанчик, потому что, мне кажется, барабаны ассоциируются с таким, знаете, мужчиной крепким, быть может, с бородой. Нет, такая замечательная ангелочек, блондинка Ева у нас сидит во главе вот этих вот такой агрессивной установки. Что ж, ну и рядышком со мной Андрей, бас-гитара. Я так понимаю, что тот человек, который действительно отделяет какие-то некие аккорды, отделяет ту или иную мелодию, правильно? Нет. Нет, не тот? Нет, не тем занимается бас-гитар. Не тем занимается. Что? Чем же занимается бас-гитарист? Гармония. Гармония. А, вот так вот, поняли, дорогие телезрители? Тот человек, который вносит частичку гармонии. Ну и все вместе, группа? Хэйпэй. Хэйплей. Что ж, ребят, ну я предлагаю, чтобы я уже, наверное, дала вам право понять, кто же здесь, чем занимается и в чем заключается ваша музыка. Давайте первая композиция, а после поговорим о вашей истории. Слушаем. 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 Ну что ж, это было замечательно, это было прекрасно. Первый, наверное, вопрос, который возник не только у меня, но и у наших телезрителей, что за песня звучала у нас в эфире, что это, кто автор? Давайте, рассказывайте. Вообще, как подбираете свой репертуар? Репертуар я просто пишу, когда это нужно. То есть это песня вашего производства? Да. Как давно? Конкретно, да. Вот это да. Ну, год назад мы собрались, в принципе, собрались как раз из-за наличия репертуара. Песня называется «Дай мне». Слушайте, ну... Ничего оригинального. Ну, отлично. То есть группе вашему составу год примерно? Да, вот этому составу, да. Я так понимаю, что действительно... Хотя каждый из наших участников, конечно, вел концертную деятельность с другими коллективами. И столкнулись мы в результате концертной деятельности различной. А почему, ну, собственно говоря, уже есть, скажем так, группа, в которой каждый так или иначе себя проявил, засветил? Почему решили собраться еще вот в один коллектив, еще организовать что-то? Ну, это материал, наверное. Вот такой необычный материал, своеобразный. На любителя, вот, под который появилась идея собрать людей, подходящих наиболее под вот эту музыку. Как-то определяете свой жанр? Ну, это сложный вопрос. На самом деле здесь присутствуют и фанк, и джаз-рок. Наверное, проще сказать, что это преджазованная попса. Ух ты, я слушаю, такое я первый раз слышу. А не знаю, как вы, дорогие телезрители, если что-то можете высказать, как-то определить жанр той песни, по крайней мере, которая сейчас звучала в эфире, 202-11-22, звоните, не стесняйтесь. Задавайте свои вопросы, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение, все приветствует. Ну, и, конечно же, совсем скоро что-нибудь интересненькое разыграем, поэтому следите за эфиром. Конечно же, вопросы, как всегда, не сложные, а призы самые лучшие. 202-11-22. Так, давайте теперь пройдемся по составу. Ну, действительно, он у вас, я так понимаю, абсолютно разный, если вы из разных групп. Наверное, из разных, возможно, даже возрастов, да? Вот, наверное, будет уместно представить самого юного участника нашего коллектива. Это вот как раз наша барабанщица, наша основа, да? Вот, Еве, 16 лет, она юная барабанщица. Как же вы так собрались? Действительно, концерты, концерты рождают? Нет, дело не в концертах, просто мы, наверное, собрались по учебным заведениям, потому что у нас у всех есть образование. Вот, с Андреем мы встретились в академии в нашей самарской... Государственной, в музее-институт. Да, уже институт в эстрадном отделении. Вот, и с большинством ребят, кстати, встретились в студии движения. Это вот с Руфиной, как раз с Евой, которая там учится, и с Михаилом. А вот с Татьяной мы познакомились в процессе концертной деятельности. Вот, она звукорежиссер по профессии. Вот, в процессе ее работы мы как раз с ней познакомились. Вот, то есть у меня был какой-то репертуар, и нашлись люди, которые... Поддержали. Не то, что поддержали, а которые воплотили и дополнили своими какими-то идеями. Слушайте, ну это здорово, когда так люди из общего дела объединяются, опять же, для общего дела, для своего совместного, что-то нового, начинания. Хорошо, то есть у каждого есть какой-то профессиональный опыт, я имею в виду. Не просто музыка, это хобби. Да? Ну да. Давай, рассказывай. Как вообще твоя началась карьера? Когда ты понял, что все-таки музыка не только хобби, но и хочется как-то связать с ним свою профессиональную деятельность? Ну, когда я поступил на высшую музыкальную, наверное. Ну, а до этого? Ну, как до этого? Как ты поступил на высшую музыкальную? Я так решил, ах, подам документы, куда захочу. Да ну нет, ну я как бы музыку-то давно занимаюсь, лет в десяти, наверное. Угу. Всегда гитара? Всегда бас-гитара? Не, ну всегда была гитара. Я бас-гитарифт вообще стал по неволе. Но это ладно, это не важно. Это долгая и нудная история. То есть всегда была гитара? Какие-то другие инструменты подвластны? Ну, так, везде помелочи. Угу. Хорошо. Хочу обратиться к саксофонистке, к Ирине. Ирин, вот саксофон с какого возраста держите в руках? И только лишь этот инструмент, либо что-то? Ну, вообще, да, я придерживаюсь мнения, что должен быть один инструмент. Хотя есть у нас прекрасные музыканты, которые играют одновременно на нескольких. У них это прекрасно получается. Вот. С семнадцати лет я взяла саксофон. Не очень рано. Вот. Ну, наверное, это хорошо. Вот. Потому что более осознанный возраст и совсем другое отношение. И, ну, да, один инструмент, понятно, что вот мы учимся в академии, просто Андрей не сказал, там, изучает, заставляет изучать дополнительные протопианы, там, и владеем. Иначе просто на саксофоне музыку тяжело писать, конечно, я использую там протопианы. Я не скажу, что, я не назову себя ни пианистом, ни кем, я именно саксофонист. Я так знаю, то, что у меня нет музыкального образования, поэтому, если что, вы уж меня простите за мои вопросы. Я так знаю, что у саксофона есть какие-то разграничения, да, какие-то виды. Вот этот саксофон. Это тенор-саксофон. Ну, обычно это мужчины предпочитают, но вот я соблазнилась его низким звуком. Я даже не могу себе представить, если я возьму сейчас вот этот распространенный альт, наверное, мне будет чего-то не хватать. Вот, тенор-саксофон, да. Всего их там 8 примерно видов, если я не ошибаюсь, потому что их очень много. Хорошо, не будем, да, раскрывать все карты. В общем, саксофон, с ним его любите, хотя действительно это, мне кажется, более мужской все-таки вид инструмента, нет? Ну, да, да, он более распространен, да, у мужчин, потому что, во-первых, у них, наверное, больше преимуществ возможностей, как физических, так и, в принципе, мужчины, они бывают иногда более изобретательные порой. Вот, но это не мешает мне нисколько, потому что я девушку играть на нем успешно. Хочу обратиться к вашей вокалистке, Рафина. Рассказывайте, пожалуйста, свою историю, как давно вы с музыкой, как давно с музыкой на ты? Ну, я думаю, что я до сих пор еще не на ты, потому что я не очень давно с музыкой, но, получается, лет 5 скоро будет. Лет 5 скоро будет? Да, да, да. Не так давно. Не так давно. А как вообще, вопрос, который мучает сейчас, наверное, наших режиссеров, то, что мы видим, что вы в прекрасном положении, что совсем скоро появление на свет чудо. Я думаю, это уже не секрет для многих. Ну, да. Уже скрывать, наверное, нет смысла. А как же потом будете соединять карьеру творческую с... Ну, это не... У меня есть уже сын. Вот. Но ничего, как-то соединяется. Не ищут вам замену тут случайно группа? Ну, я думаю, что сейчас-то... Это очень сложно, потому что Руфина, она очень удивительная индивидуальность, и найти замену действительно становится очень сложно. Хотя, возможно, не замену, а какой-то дополнительный вокал должен быть. Но мы пока вот с трудом решаем эту задачу. Где вы еще выслушали о себе комплименты, да? Да, да. Так приятно. Хорошо. Так, Татьяна, клавиши тире, я так поняла, звукорежиссер, правильно, как сказали нам? Татьяна, ну, рассказывайте вашу историю. Как вы познакомились с ребятами с вашей стороны? Как была эта история? Действительно ли это концертная деятельность? Либо мы, может быть, подставили эту встречу, где-то увидели, и потом решили... Так-так-так, надо... Все встречи не случайны, все встречи подставлены. Еще могу сказать, что Самара – большая деревня. То есть, с чем ты познакомишься, окажется, вот столько вот общих... Общий круг знакомых, большой. Слушай, свой звукорежиссер в группе, мне кажется, это хорошо. Вы исполняете роль? Очень, очень удобно, да. Вы знаете, когда есть проблема, сразу мы сваливаем ее на... И читать, и она ее решает. Очень удобно. Ну, мы ее здесь же не только из-за этого. Не только из-за этого, но это, я понимаю, потому что ты замечательный, прекрасный клавишник талантливый. Спасибо. Только лишь клавишник, либо что-то еще? Всех пытаю я. Ну, что-то еще, но основа клавиши. Основа все равно. Любовь, она все-таки должна быть одна, да? Что с детства привили родители? Любовь к чему привили, с тем мы и живем. Слушайте, ну, в детстве многих отправляли на фортепиано, многие занимались, но не все с этим связали свою жизнь, не все. У вас не было никогда такого, что все сброшу, уйду? Ну, в шестом классе музыкальной школы, в самый как раз момент шестой, седьмой класс, многие бросают, и я тоже... Ну, мам. Хорошо, что не бросили, Татьяна. Да, я не жалею, что я не бросила. Это замечательно. Так, ну, Михаил, не отстаетесь в сторонке. Давайте рассказывайте, вы нам как давно с музыкой, как давно держите в руках гитару? Ну, гитару, наверное, взял лет в 15, тогда как-то друзья подбили, типа, мне нравилась музыка, такая гитарная, и сказали, типа, чувак, ты должен это делать, возьми в руки инструмент. И я взял, и как-то пошло, и я очень рад, и многие мои какие-то мысли, чувства, можно все это реализовать с помощью инструмента, и это поддерживает меня в жизни, как-то так. Ну, мы вот выяснили то, что Ирина у нас пишет песни, а вы музыку придумываете? Ну, да, конечно, как бы Ирина придумывает основу, как бы, а затем мы, мы как бы сами, как музыканты, приносим свою какую-то часть, свою лепту, какой-то свой оттенок дополнительный к ее песням, и в итоге они становятся еще лучше, еще интереснее, еще богаче. Ну, Михаил, по-моему, тоже свою какую-то музыку пишет, насколько я помню, да? Да, ну, как бы, есть сторонние проекты. Есть сторонние проекты. Не рассказывай. Хорошо. Так, ну и давайте нашу замечательную Еву опросим. Еву, вообще родители не против, не против ли одноклассники, не знаю, учителя? То, что, мне кажется, действительно, концертной деятельности достаточно большого времени уделяется, репетиционной деятельности много времени надо уделять. Как вообще со школой? Ну да, в принципе, это сложно совмещать, потому что сейчас экзамены впереди. Ну, как-то справляюсь. Родственники не против, друзья тоже. Поддерживают? Вроде даже поддерживают, да. А барабаны, неужели дома есть барабаны? Нет, тренируюсь на резинках, на пэдах дома, в основном в студии бывает, там, в принципе, на барабанах. Как у вас дела обстоят с вашими соседями? Любят ли они вас послушать ваши репетиции? Ну, нет, как бы, пэды, они на то и нужны, чтобы заглушать звук, поэтому, ну, занимаюсь днем, и это, я думаю, не особо мешает. Что ж, хорошо, я предлагаю порадовать нас какой-нибудь музыкальной композицией, но прежде, чем вы, дорогие телезрители, насладитесь музыкой, хочу задать вам вопрос. Кстати говоря, подсказка прозвучала уже. Если вы внимательно нас смотрели, то с легкостью справитесь с моим вопросом. Итак, разыграем мы сертификат на один час игры в боулинг. Вопрос звучит следующим образом. В настоящее время используются семь разновидностей саксофона. Такое я нашла информацию. Какого вида не существует? Саксофон сопрано, саксофон альт, саксофон контр-альт, либо саксофон тенор? 202-11-22, звоните, отвечайте на этот вопрос, и именно вам достанется сертификат на один час игры в боулинг. У вас есть время подумать, пока звучит музыка. Танф. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Какого же вида Саксофона не существует Варианты ответов у вас на экранах Поэтому звоните Не стесняйтесь Сертификат на 1 час игры в боулинг Достанется именно тому счастливчику Кто первый успеет звонить к нам в студию 202-1122 Что ж, ну а я пока Давайте продолжу беседу С нашими замечательными музыкантами У нас в студии Как я говорила, действительно очень талантливые люди Хочу задать вам вот такой вопрос Вопрос. Сегодня мы услышали две композиции, так понимаю, из вашего личного творчества, из вашей личной коллекции. Сколько вообще примерно композиций у вас в арсенале? Около 20. Личного? Да. Ух ты, слушайте. А если именно брать... Мы играем не только авторскую музыку. Да, если не только авторская музыка, насколько же... Мы играем еще стандарт джазовые. Тяготеем к этой музыке, но там бесконечное их количество, в принципе. Я даже не знаю, сейчас не могу почитать, сколько мы можем сыграть джазовых стандартов. Достаточно. Достаточно. Их очень много. Это просто вот та школа, через которую мы проходим, когда мы обучаемся. То есть у нас у всех она джазовая, эстрадная школа. Вот. И студии нас обучали. То есть это очень... Мы в этом уже свободны, наверное, даже более свободны, чем в авторской музыке. Слушайте, ну это здорово, когда действительно есть чем удивить, есть чем порадовать. Вы так понимаете, что действительно играете не только на каких-то мероприятиях, но и на каких-то частных мероприятиях? Да, мы играем у друзей на каких-то праздниках, если нас зовут. Мы с удовольствием их радуем. С удовольствием радуем той музыкой, которая нравится им, потому что выбрать есть из чего. Что ж, у нас есть звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Светлана. Светлана. Очень приятно. Ну, рассказывайте, вы вообще с музыкой как? На ты, на вы? С музыкой на вы, но очень люблю саксофон и флейку. О, слушайте, ну это замечательно. Тогда мы надеемся, что наш сегодняшний эфир вас поистине радует, потому что саксофонист сегодня зажигает. Я думаю, это точно. Что ж, давайте, если вы любите саксофон, то наверняка вы про него да что-то знаете. В настоящее время существует семь разновидностей саксофона. Какого вида не существует из перечисленных? Контр-альто, сопрано, альт, либо тенор? Первый. Первый. Ну, есть такой. К Ирине хочу обратиться. Такого саксофона не существует, действительно. Что ж, я вас поздравляю. Ирина, как саксофонистка, сказала, что вы верны были. Я лишь могу ошибочное мнение, субъективное назвать, потому что да, действительно, ответ этот верный. Но Ирина подтвердила. Сертификат на один час игры в боулинг достается именно вам. Собирайте дружную, веселую компанию и отправляйтесь все вместе выяснять, кто же в этом виде спорта сильнее, смелее, ну и более интереснее. Что ж, можно что-нибудь продолжить? Продолжим? Да, мы продолжим инструментальную композицию. Инструментальную композицию. Да, неспросто у нас Руфина присела. Хорошо. Ну что ж, прямой эфир, все может быть. Сашка. Поэтому инструментальная композиция. Слушай, наслаждаемся хорошей музыкой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо большое! Действительно, мне кажется, чтобы вот это все выстроить, чтобы настроить раз, два, три, четыре, пять, а то иногда и шесть человек с вокалистом, мне кажется, нужно много времени. Вообще, как много времени уходит у вас на репетиционный процесс, чтобы отрепетировать одну композицию хотя бы? Вот новую композицию решили взять. Как долго? Вообще, если это мои композиции, то это происходит быстро достаточно. Потому что все люди очень подготовленные. Я просто даю ноты или даю послушать то, что я записала там в программе. Они быстренько схватывают и сразу все делают так, как надо. Поэтому на эти вещи достаточно быстро и много времени не требуется. Вот что касается каких-то известных в мировых вещей, таких как Стандарт, то там можно бесконечно выдумывать какие-то аранжировки, мне кажется. Поэтому там уже больше. Здесь просто уже фиксированная аранжировка, уже у всех фиксированная задача. Хотя, конечно, привносятся какие-то замечательные и классные идеи от ребят, которые я сама не вижу и не слышу. А вот в мировых каких-то вещах уже там... Во-первых, там очень много примеров известных исполнения, потому что джазовый стандарт — это такая вещь, которая... И надо быть их не хуже, да, действительно. Это вряд ли возможно, смотря какие, конечно, примеры. Если каких-нибудь там известных людей, которые в основе лежат этого стиля, конечно, пока что нам до них далеко. Но все зависит от того, какие действительно примеры. Там бесконечно можно репетировать. У нас, кстати, есть фотографии, которые доказывают, что действительно собираетесь на репетиции, действительно процесс идет, очень много интересных концертов. Как часто собираетесь на репетиции? Пару раз в неделю. Ну, вообще-то это не всегда бывает так, потому что бывают моменты какие-то... Конечно, самое лучшее для коллектива — это стабильные репетиции пару раз в неделю. Ну, у нас в связи с тем, что у нас у всех есть какие-то свои личные... Свои проекты. То, что если только репетировать и не оставлять на нее место, то репетировать будет нечего, потому что нужно вкладывать какие-то эмоции извне. Вот, поэтому, конечно, бывает такое, что по одному раз в неделю репетируем. Но если у нас какие-то стабильные выступления, если у нас какая-то цель есть, то мы репетируем постоянно и часто. А как, кстати, часто выступаете? И вообще в Самаре проходят выступления или вы уже за пределами города, область? Мы вообще выступаем в основном вот данным коллективом, потому что существуем недавно. Мы выступаем на каких-то праздниках, на которые зовут нас наши знакомые. Поэтому это... Ну, это бывает, конечно, за пределами города, но это все в основном в нашей области, потому что это наши друзья. Поэтому выступаем в основном в таком формате пока что. Хотя хотелось бы, конечно, какие-то фестивали выступить. Да, но у нас же очень много фестивалей, очень много концертов. Если бы позвали бы, приняли участие с радостью? Конечно, да, с радостью, с огромной, да. Так что, ну, я думаю, к телезрителям обращаюсь. Если есть среди наших телезрителей организаторы, концерты, фестивали, то вот, пожалуйста, вам замечательная группа. Прекрасные песни, свои песни. Я думаю, что вас должна услышать вся Самара. Это действительно очень интересно. Спасибо. Поэтому вам искренне желаю всего самого хорошего. Есть что под завязочку, под конец? Конечно. Что-нибудь такое сыграть? Ну, давайте сначала я подосветаюсь даже нашими телезрителями. Расскажу то, что была программа «Универсальный формат» каждый будний день в 13.05. Мы вас рады приветствовать здесь, в этой студии. Смотрите, задайте свои вопросы, участвуйте в прямом эфире, 202.11.22, напоминаю наш телефон. Ну и, конечно же, быть может, предлагаете свои темы эфиров. Мы на все готовы. Мы рады сотрудничеству и рады вашим хорошим звонкам. Что ж, ну а сейчас давайте зажигайте. Хорошо? Договорились. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал!